я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть фермер симулятор 19 у нас конец рабочего дня но не конец работы потому что только только только-только построили большую ферму для коней или конюшню и теперь нужно будет закупить корма теперь нужно будет закупить лошадей проверить что все у них порядке что сыты довольны едят что-то и я так думаю что мы вот так как у нас сейчас ничего фактически нету дата придется вот все корма буквально покупать круглый тюк сена соломы скорее всего давайте берем так сенцо берем вот ну а потом придется все это самостоятельно делать силос мы уже коровкам брали и зерновые там у нас по идее должны быть я надеюсь что есть зерновые есть ячмень которые лошадки будут кушать и собственно там еще нужно будет немножко поработать с продажами немного нужно будет сбыть тех зерновых которые у нас есть там валяются потому что 26000 это маловато откровенно говоря это та сумма которая должна быть всегда на счету на все про все полностью уходить в ноль и потом думать а где же взять или какие-то контракты нудные брать я бы не хотел откровенно говоря поэтому сейчас попробуем по максимуму заработать из того что у нас есть и уже потом смотреть сколько мы и чего сможем взять кого чего и куда так мы по моему нам сюда это все ставить да куда-то она исчезла нигде не появилась будем списывать это только на то что ферма реально большая кони ферма невиданных размеров в данной местности такого точно еще никто не наблюдал и чуть-чуть буквально осталось там поле которое мы начали убирать с бобовыми я думал что там будет большой урожай но меня постигло огромное разочарование там того урожая как кот наплакал буквально то есть мы не то что там не заработаем на этом как бы бензин оправдать и топлива и поездки в общем неудобренное не известью не посыпанное с него толкум практически никакого нет есть такая пословица и звучит она так это украинская которая говорит о том что если мелко посеешь если редко посадишь что и получишь на выходе пшик ничего зорыш мелко посадишь ритку той вроде дитьку ну вот сто процентов так оно и есть мы на этом поле сейчас с вами убедимся так по моему это сюда куда-то высыпается сейчас тюк оставим а потом я подъеду и будем ворошить может я здесь проеду травку которую мы косили там снова таки почти по обочинам я высыпал в кучу коровкам будет теперь что пожевать так и могу да чуть-чуть буквально немножко хорошо погнали у нас есть немного работ вот смотрите тут осталось буквально чуть-чуть я специально оставил и хотелось бы сегодня же начать работу с этим полем подготовку его к севу думаю что мы что-то будем ну ячмень скорее всего который лошадям нужен и соломку одновременно получим нечем вот а потом какой то из этих полей пойдет у нас под лук пока что еще не может быть вон то которое сейчас под хлопком и в дальнейшем мы его будем приобретать скорее скорее всего мы из него сделаем лук и это рядом будет и довольно небольшой ну нормальный короче говоря и небольшой и не маленький нормальный лук там уже возможно с дальнейшем расширением потому что лошадей много сена много будут поедать дай коровы же фактически все можно будет кроме одного поля какого-то все пустить под лука так хорошо и того сейчас увидим 4 тонны почти 5 почти 5 тонн так это с такого поля смотрите огромного по нынешним меркам по нашим меркам сейчас то есть тут чтобы хоть что-то получить с него нужно вот это еще одно с картошкой купить и вместе их объединить и то это будет при если мы будем удобрять все делать все работы то возможно это будет тон около 15 там 18 где то так то есть понимаете масштабы работ которые нам нужны чтобы здесь хоть что-то как-то заработать на этих не очень плодородных землях вот еще тоже короче все эти поля нужно будет скупить которые рядом с нами скупить объединить терра формировать так куда я поехал нам нужно по моему вот вот интересно было бы может там ворота какие-нибудь есть чтобы с заднего двора сюда заезжать но дорога туда пошла вроде да да там по моему есть ворота ворота и того 6600 извиняюсь 33000 у нас появилась на кармане красота так есть ворота я мимо просто не ворота да я просто мимо дыры этой проскочил думал о трудностях фермерского хозяйства и поехал мимо хорошо потому что выезжать в село и ездить по вот этой дороге по такой узенькой там едва разъезжаются легковые автомобили но это по моему это лишнее если есть задний двор так вот это сюда ставим тут еще нужно будет привыкнуть решить где ставить инструменты потому что сейчас разбросаны где только можно и где не можно тоже разбросаны вот ну и нам нужно сейчас будет начинать культивировать но не сразу прям так мы там скорее всего сейчас я поставлю да работника а сами будем дальше продавать торговать пускай работа потихоньку делается ну да придется заплатить там пару тысяч ну а что поделать тут или самостоятельно работать но где вы такое видели чтобы фермер имея несколько тракторов комбайнов там и так далее полей сам все делал конечно такого нигде нет сам все делал это только если ты делаешь где-то так как бы тут по ровному а где-то на своем участке на приусадебном или на каком-нибудь там огородике по моему тут вот смотрите все криво да и чтобы работник у нас заработал нужно ехать вот так вот перпендикулярно вот этим полосам и то есть это будет такое не то не все может вот так поехать вот с этой стороны тоже такое через одно место так ну опустить то я знаю что опустить нет это не опустить вот повернуть нам нужно повернуть и один проездик сделаем а тут понятное дело что придется потом за нашим работникам доделывать видите проблему да я тоже ее вижу и тут вот что то нужно как то решать давайте так как будет нам удобно сделать по моему вот так будет более удобно проедемся потому что скорее всего он будет не доезжать сейчас наш рабочий вот интересная такая штука да смотрите идут ворозды как-то поперек вообще совершенно не так как у нас идет плуг и тут вот есть по моему два выхода из этой ситуации или разработчик карты понимает как это идет идет и делает поля правильными или в угоду дизайну оставляет все как есть но тогда это не будет когда мы получаем неудобства или разработчики в конце концов делают уже по нормальному все чтобы как едешь так оно и пахалось чтобы работник как ты едешь чтобы работник так и но это дождемся в 2027 каком нибудь фермер симуляторе это я так понимаю слишком сложно сейчас для разработчиков ну тяжело сложно непонятно вообще вот с другой стороны нам интересно да не просто сел и поехал по ровному а вот начинаешь тут изгаляться как-то из изворачиваться в общем не заскучаешь и это хорошо вот ну тут как минимум еще раз нужно проехаться то и два вот соответственно тут и борозды то и нету в которой нужно колесо пускать трактора едем просто перпендикулярно как-то в общем как бог послал так и едем ну по идее теперь он должен сработать там уже ладно там скорее всего тоже придется что-то выдумывать с ограждением там и так далее но вот уже более менее давайте смотреть чтобы мы так пока будем своими делами заниматься пускай он тут вкалывает так хорошо нужно убрать вот Вот, идеальное место, по-моему, для комбайна То, что нужно И жатка влезает, и комбайн влезает, все влезает Ну, и 32 тысячи, да? 32, сейчас посмотрим, сколько там у нас есть Всякого разного хорошего Хранится По-моему, тут Что-то Что-то много было, да? Вот, 9 тысяч овса 10 канулы 9, 23, 13, 11 В общем, есть чем торговать Есть чем торговать Можем смело сейчас покупать лошадей Сколько у нас тут получится? 5 штук Лошадь серая А я хотел бы лошадь в яблоках Какой-нибудь Так, итого Итого 20 тысяч 25 26 500 Ну, хорошо 5 лошадей Хорошо Подтвердить С чем я вас и поздравляю Мы купили лошадок Так, сразу смотрим А куда я высыпал сено Оно исчезло А здесь оно не появилось Вы видите, да? Очень странно Как-то Ну, хоть вода есть И куда я 650 Просто профукал куда-то Непонятно Так, ладно Вот еще нужно груз для этого трактора купить Потому как он будет постоянно у нас работать Вот с этой штукой Пока что И сзади Точно нужен груз Будет перевешивать его Уже перевешивает КОНЕЦ КОНЕЦ Если нажать сразу Как я сюда тюк вставляю И нажать вот эту А То тюк вылетает И летит примерно метров за 500 Есть такая особенность Интересная И я уже не рискую гоняться Хотя вроде бы как выгодная такая Функция Ты ложишь тюк И сразу же перецепляешь Подцепляешь это устройство Но вот не все так радужно В ферме в симуляторе Как нам бы с вами хотелось Откручиваем Давайте посмотрим Что здесь делается Ну что-то делается Да Не без огрехов Что-то делается Вот снова таки Если этот угол тоже Пропахать То тогда бы я думаю Что у него лучше бы получалось Ну что есть то есть Хорошо Подцепляем Так, далеко. Пшеница. Да. Что дальше? Давайте канону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я даже цены особо не смотрю. Ну, пока что... Пока что нам более выгодно продать по той цене вообще, какая есть. Хотя, может быть, я не совсем прав. Ну, давайте все-таки глядем, да? Может, где-то подороже. Пятьсот. На ВК-транспорт. Пятьсот, а здесь четыреста. А канола... 1200, 1300. Ну, на соточку, да, больше. То есть на тысячу мы больше получим. ВК-транспорт. Ну, это, по-моему, вон там. Кто его знает где? Что, съездишь там? Далеко. Далеко так. А что тут еще дороже есть? Тоже там, да? Что там у них подороже? Кукуруза в полмаря дороже. Подсолнечник на 200, да? На 100 тоже дороже. Но цена падает. Так, ну, знаете что? Давайте, наверное, возьмем сейчас еще подсолнечника. Раз уже едем туда, то сбудем сразу два прицепа. Подсолнечник на 200, да? В общем, будем знакомиться там с этими заведующими, всякими продальцами, трейдерами, перекупщиками и другими темными личностями. Академия Вот я, пожалуй, наверное, трафик отключу, да, в следующий, потому что немножко он немножко заморачивает, как по-моему. Вы же не против? Бэйби, интересное название села. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, 10 тысяч. Классно. Это классно. Что-то мы дополучили еще. Вот, как раз те 25 тысяч, о которых я говорил, что нужно их держать. И чуть-чуть там на корма у нас еще будет. Ну, собственно, все, да. Мы можем получить еще тысяч, может быть, до 20, если вообще все-все остатки продадим. Вот, но нам же нужен помнить ячмень для того, чтобы лошадок покормить. Так, что если сюда поехать? Хоть и говорят, что тот, кто ездит на впростед, тот дома не ночует. То есть напрямик, да, как-то. Кто срезает, тот обычно дома не ночует. И это стопроцентно правильно. Неоднократно я так уже делал. Да вот же оно рядом, вон оно, видать. Ну-ка поеду я напрямик. Тут, по-моему, что-то даже типа дороги есть. Вот, и все. И ты начинаешь потом. Как минимум ты едешь назад потом. Это в лучшем случае. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Будем кормить остатками урожая лошадок. Продолжение следует... Сторона разгрузки у нас вот эта. Итого... У коровок все в порядке. У Годфри пока что не очень. Все, нужно сено где-то искать и надеяться на то, что он не пропадет. Снова-то... Вот, ну это мы будем с вами в следующей части продолжать кормить, продолжать работать на поле. Потом будем сеять и так далее и тому подобное. Да, обработаем. Да, купим что-то где-то. И все у нас, я уверен, будет в полном порядке. Я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте, ставьте лайки. И до следующих встреч.